Приветствую всех на моем канале Швили Фэмили Исраэль. Меня зовут Юля. Для последние 10 дней на мой канал добавилось почти 1200 новых подписчиков. Ну и я решила с вами познакомиться, что я за Юля такая, почему канал называется Швили Фэмили. Расскажу о себе, давайте знакомиться. Итак, меня зовут Юля. В 2013 году я вернулась в Израиль. Вернулась, потому что впервые мы репатриировались с родителями в 2000 году. Прожили три года в городе Бейршева и вернулись обратно в Россию, в город Омск, откуда я родом, где я родилась. Мы сибирские евреи. Задавали мне вопрос, что неужели в Сибири есть евреи. Да, мое еврейство идет по маме, то есть я, если говорить это такими понятиями, галахическая еврейка. И там есть два ответвления. Одно ответвление, оно идет с Украины, то есть ее отец, его предки, они из Запорожья, которые были эвакуированы в Сибири во время Великой Отечественной войны. Ну а вот второе ответвление, то есть по ее матери, там все-таки, все-таки идут они родом из Сибири, насколько мы знаем. То есть там не всегда Омск, там была Новосибирская область, но все равно Сибирь. Поэтому да, евреи в Сибири существуют, потому что вопрос такой мне тоже задавался. Итак, в 2013 году я вернулась в Израиль. На тот момент мне было 23 года, у меня уже был опыт работы на телевидении. Я работала на Омском телевидении, вела новости в прямом эфире, вела молодежную программу, поработала год в Санкт-Петербурге. Очень меня манили большие города после нашего миллионного Омска. И я переехала в пяти миллионный Санкт-Петербург, попробовала себя там, на разных каналах и решила возвращаться в Израиль. Одна. На тот момент в Израиле жили, живут, продолжают жить моя бабушка, моя тетя. И я вернулась к ним, к Бершеву. И очень стремительно начался мой телевизионный путь в Израиле. Это девятый канал, единственный русскоязычный канал в Израиле, где я начала вести программу «Доброе утро, Израиль», которая на тот момент только открылась. И мы вместе, я, Аня Розина, Илья Акселерот, были ведущими этой программы все время ее существования. С того дня, как она открылась в 2013 году, до дня ее закрытия в 2015. И после 2015 года началось мое странствие в профессиональной деятельности. Потому что на тот момент я владела ивритом, но не владела именно том уровне, чтобы идти работать в ивритоязычные СМИ. У меня был разговор на иврите. Я, конечно, могла найти какую-то работу, где нужно было просто говорить. И это, в принципе, я и сделала. Я нашла работу в центре для посетителей израильского дизайнера Михальни Грин. Там я проработала, там я повысилась до пиар-менеджера для русскоязычных клиентов, для русскоязычных зрителей. И были, конечно, интересные работы. Мы делали совместную встречу Михальни Грин с Тамарой Гверцетели, которая оказалась большой поклонницей нашего израильского дизайнера. И я упускаю, что за это время я стала дважды мамой. Первый мой ребенок родился в 2015 году. Это мой старший сын Лео. И в 2018 году родился второй сын Майкл. И в 2020 году, когда у нас началось коронное время, я думала, чем же себя занять. Потому что на тот момент я находилась в декрете после рождения второго сына. Мы решили вместе с мужем, что я останусь с ребенком дома. И как раз начинается корона. Я думала, что я посижу годик дома. Но этот годик затянулся коронным временем. И нужно было чем-то себя занять, чтобы отвлекло от бытовой рутины. И вот тогда появился канал Швили Фэмили. Первое название было Юлия Чепелева. В общем, я меняла название, пока я дошла год до Швили. Почему Швили? Ну, потому что мой муж грузинский еврей. И, соответственно, фамилия наша заканчивается на Швили. Соответственно, Швили Фэмили, которая находится в Исраиле. Швили Фэмили Исраиле. Вот так появилось это название. Блог видоизменялся. Это был влоговый канал. Это был канал, понятно, когда мы сидели во время короны. Нужно было что-то делать из подручных средств. Соответственно, снимали рецепты дома. Рассказывали о том, как мы сидим в пандемию. Ну, такие были вот видео ежедневно. По-моему, я даже через день их снимала. Скажем так, без особой смысловой нагрузки. И потом меня начала саму очень интересовать тема репатриации. Потому что репатриация – очень важный момент для людей, которые приезжают в новую страну. А так как Израиль – одна из немногих стран, куда можно приехать в соответствии со своими корнями и еще и получить какую-либо финансовую помощь, то я решила рассказывать об этом подробнее. Какую помощь люди получают, какие есть возможности образования, какие возможности работы, чем отличается система медицинская в Израиле от медицины в странах исхода. И вот так вот я начала рассказывать о том, что я вижу, что я знаю, рассказывать об израильских городах. И на меня начали подписываться люди, которые планировали переезд в Израиль, которые планировали репатриацию в Израиль. И когда у нас началось коронное время, точнее оно продолжалось, оно не заканчивалось, я уже не помню, сколько мы в короне просидели, полтора года, я устроилась работать, прошла очень длинный конкурсный отбор в Министерство абсорбции. Я устроилась работать в отдел, который находится в аэропорту. То есть это те люди, которые встречают репатриантов, что называется, с первых их шагов на родине. То есть они выдают людям гражданство, они выдают людям их первые документы, теуда, то ле. Во время короны мы не выдавали теуда, дзеуты, выдавали теуда, то ле. Мы выдавали медицинскую страховку, первую сим-карту, инструкцию, что человеку нужно делать. И определяли их в коронный отель, потому что работали мы в коронное время. Все это было, конечно, в масках, иногда нам давали вот эти вот защитные щитки из пластика. Это было очень интересно. Я очень наслаждалась этой работой, потому что сам факт, что ты человеку, который приезжает в новую страну, именно ты расписываешься на его бумаге и даешь гражданство, это, конечно, огромная ответственность. Да, у нас были наши системы, системы госслужб, туда просто так не попасть, поэтому мы проходили различные проверки, чтобы мы никого не обманем данные, не утаим данные, не изменим. И поэтому это, на самом деле, большая ответственность выдать человеку гражданство, чтобы там было все правильно заполнено, его имя, фамилия переведены на иврит правильно, чтобы все совпадало. Но в какой-то момент я поняла, что мне очень тяжело. Тяжело в том смысле, работа у нас была 24 на 7, то есть мы работали в 3 смены. У нас была утренняя смена с 7 утра до 3 часов дня, была вечерняя смена с 3 до 11 и ночная смена с 11 до 7 утра. И мне, как молодой маме, младшему сыну на тот момент было 2-3 года, это давалось очень тяжело. То есть были недели, и работали мы неделями. Неделя утра, неделя вечер, неделя день. Были недели, вот эти ночные особенно, когда я жила в тумане, я плохо соображала, что происходит с детьми, то есть это было на каком-то автомате, и я просто поняла, что так дальше продолжаться не может, нужно искать что-то другое. И тогда я нашла работу в мэрии Хулона, город Хулон, который находится в центре страны. И там работа, которая была связана опять же с репатриантами, только с молодыми репатриантами, назывался этот проект «Маньягут Оля». То есть мне нужно было быть куратором молодых лидеров-репатриантов. То есть в Израиле очень развито вообще понимание социализации, общин, очень много направлено на это. И это начинается со школы, это начинается с садика, что дети осознают важность общественных проектов. Они ходят в школу не только, чтобы учиться считать и писать, они входят в школу для того, чтобы социализироваться, становиться частью социума и понимать, насколько важна их общественная деятельность, их какой-то маленький вклад, то есть пойти покрасить, например, лавочки, которые находятся около их школы. И вот этот вот проект, он был призван объединить репатриантов из разных стран, чтобы они почувствовали свою причастность к этой стране и более того, создали свой проект и реализовали его. Для этого им нужен был какой-то куратор. И вот этим куратором я стала для 20 репатриантов. У меня получилась такая половинчатая группа. Часть, половина, наверное, это были русскоязычные репатрианты из разных стран. И вторая половина – это были репатрианты из Афиопии. Молодые ребята, с которыми я познакомилась. И тогда я очень близко прикоснулась к их культуре и увидела, насколько похожи две эти общины. Потому что эти общины до сих пор считаются очень закрытыми в Израиле. Они сложнее всего социализируются в израильское общество. И когда я начала общаться, например, с ребятами, которые репатриировались из Афиопии, я поняла, почему. Почему к ним до сих пор относятся вот этими шаблонными мнениями, что если ты приехал оттуда, то ты ничего не достигнешь. И живя вот в этой оболочке, им очень сложно впустить к себе какого-то нового человека. Но мы нашли с ними общий язык. И там были очень классные ребята, которые сегодня, я знаю, они учатся, получают высшее образование в университетах Израиля. Я очень горда этим. Но это был проект, это была проектальная ставка. И потом я осталась работать в том же молодежном отделе, но начала заниматься вопросами трудоустройства. Трудоустройства всех молодых людей, которые обращаются в наш отдел. Молодыми людьми мы считали людей от 18 до 40 лет, жителей Хулона. И, как вы понимаете, здесь были разные абсолютно люди от демобилизованных солдат до молодых мам, которые вышли из декрета, до тех же репатриантов. Как раз началась большая волна репатриации, 2022 год. Очень много молодых репатриантов приезжало и селились в городе Хулон. И они приезжали ко мне. И вот мы составляли вместе с ними их первое резюме в Израиле на иврите. Я им предлагала варианты их реализации в Израиле, куда им можно пойти, как они могут реализовать свой опыт, который у них есть. Были абсолютно разные варианты. У кого-то наличие английского, у кого-то уже, например, наличие иврита, потому что были люди, которые приезжали с ульпаном из страны исхода. И вот этим я занималась до того момента, пока мы не релацировались в Грузию. Произошло это в 2023 году, в июле месяце. Это было наше общее решение с мужем. Мы приняли это решение не просто так. У него здесь находится фирма. Он работал вот так вот, летал туда-сюда. Поэтому именно этим был и обоснован переезд. На тот момент мой канал Швили Фэмили уже насчитывал около 50 тысяч подписчиков. И среди них были те, кто начали искать, конечно же, тайные конспирации в моем переезде, в нашем переезде, что вообще Израиль я никогда в жизни не любила, и войн боюсь, и террористов боюсь. И вот убежала. И все, что я до этого делала, это все ложь, не нужно верить мне. Ну и вот вроде как живи в своей Грузии. Да, было немало таких реакций. Меня, да, они, не буду скрывать, трогали, ранили, потому что даже сейчас я осознаю, какой я фанат и патриот Израиля. Но все по порядку. То есть это был переезд, запланированный. Конечно, никто не ожидал, что начнется 7 октября. И когда началось 7, случилась трагедия 7 октября, находились здесь и понимали, что в нашей стране происходит трагедия века, тысячелетия, трагедия истории. То есть такого никогда в жизни не переживал Израиль. И находиться здесь было очень тяжело, потому что да, мы осознавали, что мой муж, он уже не призывной резервист, то та часть, где он служил, она уже расформирована, и это не боевые части. Я не служила по этому, чем я могу пригодиться в Израиле. Но на третий день войны мы полетели в Израиль с детьми. Мы прилетели в Израиль к родителям. И для чего это нужно было? Ну, это нужно было для какого-то, наверное, успокоения и понимания, что происходит в нашей стране. я успела сходить по волонтере в центрах, но потом я поняла, что я хочу что-то делать большее. То есть я хочу делать то, что я умею делать. Я умею говорить, я умею искать информацию, я умею преподносить эту информацию. И у меня есть для этого моя созданная платформа, которая называется канал Швили Фэмили Исраэль. И на этой платформе я могу рассказывать о том, что происходит в Израиле, о том, что происходит по всему миру. И доносить эту информацию до большего количества людей. Взяло время, взяло время осознать это, понять это, понять, что есть сила, что есть важность. На тот момент в Израиле сформировался русскоязычный штаб блогеров, в который меня тоже позвали, к которому я присоединилась. Там состоят, я думаю, тем, кто интересуется темой Израиля, знакомые имена, например, Эзра Мор состоит, Сима Цур. Есть у нас там около 20 блогеров, которые вещают в Ютюбе, ТикТоке. в Инстаграме. Каждый это делает в своей манере. То, как он представляет это, как это нужно делать. И каждый продвигает идею того, что происходит в Израиле. И это то, что я начала делать на своем канале. На своем канале я рассказываю не только об Израиле, но и о той волне антисемитизма, которая поднялась по всему миру после 7 октября. И мы эти случаи видим, мы о них слышим, они выходят на мировую арену, когда, например, это касается того же конкурса Евровидения. Они выходят в повседневную жизнь людей, когда мы видим американские университеты, когда мы видим университеты европейские, в том числе. И об этом я тоже рассказывала на своем канале, брала интервью у Якова Шехтера, это израильский писатель, которого не пустили на выступления в польские университеты. И вот эти вот все факты, они для многих людей уходят на второй план, если человек не живет этим, не интересуется этим. Я рассказывала вот в прошлом видео, что мне задают вопрос, а вообще война-то в Израиле продолжается? То есть люди, которые не слышат об этом ежедневно, они думают, что все закончилось, не интересуются вообще, а как заложники выпустили, их нет, живы они. То есть, ну, их это не касается близко, и поэтому эта информация не так близка им. Я решила, что на своем канале я буду об этом говорить, буду об этом напоминать. И один из таких случаев, которых прислали мне, рассказали мне мои подписчики, это случай, который произошел в Италии, небольшой город около Неаполя. Туда приехала израильтянка, зашла в кафе семейное, они разговорились с официантом, и официант сказал, ой, ты знаешь, а у меня есть знакомые в Израиле. Они вот год назад были в этом ресторане, и мы с ними даже сфотографировались. И он принес фотографию семьи Бибас. Я думаю, для многих израильтян не только эта фамилия стала символом того, что сегодня в Газе до сих пор удерживают двух маленьких детей. Одному годик, второму четыре годика. Это семья Бибас, это рыжики. И официант, который живет в Европе, в развитой стране, он не знал, что происходит с этой семьей. То есть ему та израильтянка, которая находилась там, она говорит, а ты знаешь, что эта семья до сих пор находится в плену у Хамаса. Человек опешил. Он потом звонил этой израильтянке, спрашивал, узнавал, чем может ли он как-то вообще помочь. И он сказал, что ваша страна проигрывает с большим треском информационную войну. Почему мы, живя в Европе, в развитой Европе, не знаем о том, что в плену в Газе до сих пор находятся два малыша. И вот этот случай еще раз мне доказал, что то, что я делаю, пусть это какой-то маленький вклад, но я его делаю, я буду продолжать его делать, я буду рассказывать об Израиле, об антисемитизме, об иудаизме в той форме, в которой я умею это делать, в той манере, в которой я умею это делать. Кому-то это подходит, кому-то это не подходит, кого-то не устраивает, что на данный момент физически я не нахожусь в Израиле. Всегда подчеркиваю физически, потому что моральная головой я всегда там. Я также работаю в Израиле на удаленке, поэтому можно сказать, что вот я нахожусь здесь, но головой я всегда там. Кого-то это не устраивает, кого-то это бесит, кого-то это раздражает, и это нормально, для этого мы все люди. Единственное, что я прошу, что если это бесит, раздражает, то покиньте, пожалуйста, канал молча, и можете открыть свой канал и тоже вести информационную войну и рассказывать о том, что происходит в Израиле. Я рада всем, кто присоединился, я рада вашей поддержке, я рада, что людей появляются думающих и сочувствующих и понимающих все больше и больше. И я рада тем людям, которые откликаются дать мне интервью. Вот сейчас у меня запланировано два очень важных интервью с жителями Америки, которые расскажут мне со своих рабочих мест о том, что происходит там. Я думаю, что это важно, нести в массы, важно нести в социальную сеть, благо, что у нас есть такая возможность рассказывать об этом открыто, говорить об этом открыто и не скрывать то, что происходит в нашей стране. Я благодарю всех, кто решил финансово поддержать канал. Еще раз подчеркну, для меня это было очень неожиданно, когда это произошло. приятно, потому что я осознаю, что люди не просто смотрят, они настолько ценят, что готовы даже поддержать финансовый канал. Там возможности есть две, это суперспасибо, единоразовая помощь, и оформление спонсорства, которое на постоянной основе поддерживает канал. Вам большое спасибо за это, что остаетесь на канале Швили Фэмили. Оставайтесь здесь, чтобы не пропустить следующие видео. Встретимся, до встречи, пока-пока.